доброго времени суток видео которое давно собирался снять под названием мицелий наш особенно примечательного здесь чего-то сильно нету грибы у всех растут грибы и ничего такого особо удивительного нету удивительное здесь больше то не стандартное что я как показывал в предыдущих видео что вот этот весь урожай который вы видите здесь это все посажено из брака который собрался за длительное время то есть я показывал какие блоки брали для посадки и из этого брака мы высаживали вот то что вы видите рассказывать относительно ну все говорит сам само за себя это штамм к 17 в основном как видите вентиляция организована вот таким вот образом и недостаток сейчас в этом помещении в том что этой вентиляции недостаточно для такого количества сейчас я покажу уже непосредственно с самой съемке вот приблизительно вот так выглядит наш к 17 вот то что мы видим помещение было заложено ну фактически так синхронно и одновременно как видим нижние блоки немного немного отстают пока только при морде а те что повыше были поставлены раньше но и дело связано с том что с тем что верху температура немного выше вот они быстрее растут нижние уже подходит фактически вся грибарня запустилась одновременно и синхронно в основном здесь как мы видим вот по внешнему виду может быть вот вот это п 80 что такое больше шапки какие-то такие ну вот такие кругленькие где-то барашки вот такое это к 17 в основном здесь к 17 это все посажено из мицелия который был состарен там с приморгиями и всего остального что соответственно говорит о том что вот какие-то странные такие может быть что говорит о том что ну в относительно там качество это все довольно таки относительные моменты качество мицелия там и все остальное главное чтобы он был активный то есть от того что ему три месяца или от того что он пустил при морде больших проблем от этого не будет вот здесь видим немного не кондицию все дело в том что пришло время здесь делать все-таки полноценную вентиляцию и распределять воздух по всему помещению а так как получается или одно или другое то более важно заполнить кислородом и свежим воздухом вот это обширное помещение ну а то что осталось уже сверху оно немного так осталось без вентиляция уже просто идет пассивная из-за того что открыта дверь ну и вот такая картина маслом то что мы видим здесь некоторые блоки вот как здесь видно так ну так обычно бывает они почему-то в таком сонном состоянии пока не запустились но обычно вся партия она запускается вот вот всегда стартует какой-то один блок потом на нем начинают расти грибы и вот они дорастают какого-то уже состояния вроде мы спор еще не видим но они уже спороносят и у меня такое впечатление вот как будто вот эти споры как вот пошли в помещение вот сразу запускается и полностью все блоки тут интересный еще момент нужно отметить вот эта партия которая с этой стороны повырастала такая уже побольше но тут было интересно просто поставили этот угол и что-то неделю руки не доходили сделать перфорации и просто блоки стояли с непрорезанными дырками и вот получилось через неделю только когда поставили уже вторую партию тогда прорезали все одновременно и получилось почему-то ну не почему-то а вот по этой причине получилось что та партия которой дырки прорезали позже она запустилась одновременно с той партией которую поставили Скажем там На неделю позже А запустилось все одновременно Ну вот приблизительно Вот так Выглядят Грибочки То что Здесь Видим это скорее всего Отсюда уже было собрано То что уже понемножку понарастало Да Вот здесь Здесь это просто уже Грибы сняли Те что уже выросли Надо было их Надо было их уже снимать Пришло время Ну и вот Вот такой мицелий наш Штамм К17 Сейчас мы В основном выращиваем Что популярное он стал такой К17 и потребитель Привык К внешнему виду грибу Именно этого штамма Ну уже так Так сложилось И так есть Вот здесь видим Ну тотальное Полностью одновременно Все Все блоки Запустились Часто задают вопрос Когда вырастает что-то большое Ну вот такое Ну а остальные Маленькие Почему-то подсохли Это нормально Потому что Чтобы выдать такую массу Просто не хватает энергии Уже у блока Чтобы выдать На весь объем То есть они могут Дать столько грибов Столько Сколько Это возможно И Вот это просто абортаж Так что ничего страшного В этом нету Это блок сам Регулирует Влажность И Какую-то свою Физиологическую жизнь Внутри Самого блока Если посмотреть На вот эти То Естественно Они Ну немножечко В принципе Уже Тот товарный вид Который Потребитель Привык Видеть на прилавках Где-то он выглядит Ну я например Мне не нравятся Вот такие Грибочки С малюсенькими шапочками Вот Фактически еще такие Большие Примордии Можно сказать Больше подходящие Ну вот так Вот тут Классический К-17 выглядит К-17 он вообще Шапки сами Небольшие Это несравнимо С П-80 То есть П-80 дает Огромные Шляпы Как тарелки Вот А К-17 Ну соответственно Их как тарелки Но их Будет намного Меньше А соответственно Если Шапок больше То они получаются И Вот такими Аккуратненькими И мелкими Мне больше нравится Если бы например Для себя То я больше люблю Гриб Приблизительно Где-то вот В таком состоянии Он довольно таки Рыхлый Те что Помельче Они естественно И хранятся лучше Вот И Для реализации Такая форма Вот К примеру Вот такая Она Более подходящая Потому что Он намного Дольше Сможет храниться Или вот В таком Состоянии Вот Все таки Он пока будет Пожестче Потому что Сама Нога Не развилась Полностью И немножко Будет Твердоват А вот это Вот такое Уже Прекрасно То что Можно отправлять На Приготовление К примеру Ну и здесь Вот такое Ну Опять же Таки Можно сделать Вывод Вот Вентилируем Ну Уже для Полноты Восприятия Еще раз Покажу Что Подача воздуха Происходит Вот Одним Вентилятором Вот Отсюда Естественно Большой Недостаток Из-за того Что забор воздуха Происходит Из самого Помещения Не происходит Из улицы Потому что Помещение Совсем другая Климатика И воздух Был бы холоднее И был бы Чище И соответственно Было бы лучше Но вот эту Уже всю Конструкцию Пришло время Заменить И сделать Разводку Просто По Периметру Самого Помещения Сделать замеры И развести Это все Теми же Какими-то Трубами Скорее Потоньше Там не сотка Пересадкой Вот Сделать Просто Периметр И подать Воздух Уже Через эти Трубы Ну и уже В зависимости От Того Количества Которое Будет Подаваться Возможно Придется Заменить Вентилятор На более Что-то Мощное Ну и Опять же Таким Большим Недостатком Ну видите Блоки Не идут Синхронно Вот если Они стоят Вот все Одновременно Вот в ряд То Однозначно Видим Что Этот Уже Вроде Такой Вросший Что Уже Нужно Собрать А Вот эти Еще Так Развиваются Ну обычно Так бывает На Небольших Количествах Это Такой Фактор Который Не совсем Хорошо Влияет Потому что Если бы Все были Одного Возраста Взяли бы Все Зачистили Собрали И Реализовали А тут Получается Что Реализовывать Приходится Небольшими Количествами Но На начальном Этапе Именно Вот это Положение Оно Более Приемливо Для Начинающего Грибовода Потому что В больших Количествах Он Пока Не может Обеспечить Какой-то Спрос А В мелких Количествах Всегда Найдется Потребитель Куда Можно Все-таки Пристроить Уже Результаты Вашего Труда Вот Получилось Такое Видео Давайте Возьмем Немного Из другого Ракурса Отсюда Я поставлю Ну и Те Кто Давно Следит За каналом Заметили Что Публикации Появляются Довольно Таки Редко Это Не означает Что Их Нету Они Делаются Просто Сначала Делаются Какие-то Планы На то Что Будет Какой-то Монтаж Сделан Потом Просто Понимается Что Времени На это Нету И Загружается То Что Есть А некоторые Видео Просто Которые Я Снимаю Я Вот Их Загружаю И Не Все Пользователи Понимают Вот К примеру Там Были Последние Видео На штате Просто Поставил Камеру Ну и Там Час Мы Снимали Просто Работаем Вот В грибном Помещении Сама Посадка Как Все Происходит В реальном Времени Множество Сейчас Стало Модным Уже Куча Работает Студий Которые Там Монтируют Под музыку Это Все Бум Все Красиво Там Красивые Там Бабочки Какой-то Там Ботаник Расскажет Вам Как Все Это Все Сделать И Обчитавшись Интернета И всего Остального Но Времени На это Лично У меня Нет То есть Блогерство Это Такое Как Хобби И Какая Информация Есть То Я И делюсь Вот И Некоторые Видео Требуют Объяснения Потому Что Вот Загружаешь Например Видео Смотрит Человек Полчаса Ходят Люди Мешки Пакуют Человек Не может Понять А зачем Это Загружено Почему Мне показали Быстренько Две минуты Я посмотрел Это для того Чтобы Оценить В реальном Времени Как происходит Этот процесс Работы То есть Не Какой-то Ускоренный Процесс Или Какой-то Процесс Смонтированный Или еще Вот В реальном Времени Просто Посмотрите Как Происходит Вот Это Мероприятие Такая Информация Довольно Таки Она Содержательна И полезна Несмотря На Там Дописчиков Которые Которые Мне нравятся Такие Видео Информация Содержательна В том Плане Что Наглядно Вы видите Вот Как идет Работа Вот В каком Темпе Как это Все Делается Человек Просто Себе Посмотрел И для себя Принял Взвешенное Решение То есть Там Бум-бум Насмотрелся Ох Грибы И все И пошел Грибы Выращивать Этот пример Особенно Подходит Для Всех Тех Которые Ждут Огромных Прибылей От Выращивания Шампиньонов Бросаются Вот Это Все Дело Как Все Все Так Просто И все Все Там Взял Перемешал Это Все Засыпал И все Грибы Вырастают Но на самом деле Когда начинаешь Проникаться Семьим Процессом Там Довольно Таки Все Сложно И Намного Сложнее Все Таки Чем Вешенка Хотя Внешне Выглядит Все В разы Проще А на самом деле В разы Это все Сложнее Поэтому Рекомендую Для тех Кто собирается Начинать выращивать Грибы Начинать Все Таки Извеженно Для того Чтобы получить Понимание Количество Субстрата Как это все Работает Какие-то Системы Вентиляции В этом Все Нужно Разобраться Для того Чтобы Уже С каким-то Багажом Знаний Подходить Уже К более Сложным Вопросом Поэтому Для Старта Никакие Экзотические Грибы Никакие Шиитаки И все Остальное Это не Совсем То Это В том Случа Если Нет Уже Другой Возможности У человека Ограниченные Есть Пространства Где он Хочет Все Таки Заняться Грибоводством Пусть Делает Японский Опенок Пусть Выращивает Шиитаки Королевскую Вешенку Да Это Можно Делать В домашней Квартире Если Есть Большое желание Но Относительно Массивов И Работы С такими Материалами Как Вешенка Как Шампиньоны Здесь Нужно Понимать Что Мы Имеем Дело С Огромным Количеством Субстрата Вот Здесь Мы Вроде Смотрим Малюсенькая Камнатушка Малюсенькая Камнатушка 25 квадратных Метров Здесь Этих 25 квадратных Метров Расположено Приблизительно 2,5 тонны Субстрата Казалось Бы Давайте Сейчас Умники Сосчитаем Блоки Перемножим И все Остальное Да Если Прикинуть Вот здесь Здесь Расположено Приблизительно 2,5 тонны Субстрата 2,5 тонны Не килограмм Это 2,5 тысячи Килограмм Субстрата Для того Чтобы вырастить Вот эти Грибы То есть Для этого И публикуются Вот такие Видео Без Цензуры Без Редактирования Без ничего Для того чтобы Вы объективно Для себя Понимали С чем Вы будете Иметь дело С другой стороны Если на это Все посмотреть То опять же Таким Здесь Особо Нету Каких-то Сложностей Нету Каких-то Тут Супер Условий Какой-то Хирургической Лаборатории Все довольно Таки Так Можно сказать Тривиально И просто Как я Объяснял На множестве Своих Видео Поэтому И сейчас Не публикую Много Чего Потому что Высказано Уже Все Почему Немножко Остановилась Именно Лабораторный Сектор Работы Потому что Понимаете Для того чтобы Выращивать Грибы Надо Заниматься Рутинной Работой Создание Мицелии Это Пробирки Банки Формула Давным-давно Описана Рассказана Про все Раскатана То есть Информация Которая Была Получена В ходе Поисков По жидким Мицелиям По всему Остальному Она Конечно Полезна Но В том Плане Что Она И получена Вот Приходишь К выводу Что Некоторые Технические Моменты Которые Нужно Добавить То есть Скажем так Нужны Совсем Другие Условия Для создания Совсем Других Условий Это Нужны Соответственно Финансы То есть Помещение Время И самое Главное Время Для того Чтобы это Все как-то Переставить На другие Рельсы И все Остальное Возможно Скорее всего Как-то Оно Как-то В какое-то Время Придет К этому Но На данный Момент Если Нету информации Отсутствие информации Это тоже Информация То есть Отсутствие информации Говорит о том Что Какая-то система Работы Уже Отлажена И По ней Работаем Об этом Я уже Снял На данный Момент Там Больше 600 Видео Все Можно Просмотреть Весь Предыдущий Опыт И Умный Учится На чужих Ошибках Дурак Учится На своих Вот Для этого И снимаются Мои Видео Так что Смотрите Будет Много Всего Интересного Мои целей Наш Так что Желаю вам Таких же Результатов В ваших Грибных Помещениях Ну и Если Будет желание И время То возможно Мы сделаем Еще один Такой Пробный Замер Когда Будем Снимать Все таки Возьмем Просто на столике Поставим Весы И Четко Возьмем Оттаксируем Процент Выхода Например Из блока Ну вот К примеру Вот стоит блок Ну вот Сколько здесь будет Вот 4 грозди То есть Если взвесить Сколько здесь будет По выходу Грибов То есть Возможно Мы сделаем Еще такое видео Просто будем На камеру Снимать Взвешивать Складывать И все остальное Тоже будет полезно Посмотреть С вами был Макс Селлер На канале Фанимашем Скул До следующих встреч